Для чего человеку нужна селезенка? Какие функции она выполняет? Как можно оздоровить этот орган? Что для этого нужно делать и принимать? Обо всем этом мы и поговорим в нашем выпуске. Подписывайтесь на канал, чтобы узнавать обо всех новых выпусках. Селезенка – это не парный орган, расположенный в левой части туловища позади желудка. По своей суть она является крупным скоплением лимфатической ткани. Основные функции заключаются в следующих задачах. Во внутриутробном периоде селезенка вместе с печенью участвуют в процессах кроветворения. В дальнейшем задача перекладывается на костный мозг, но при необходимости орган снова берет на себя эти функции и во взрослом возрасте человека. В ней же образуются моноциты, лейкоциты и ряд антител для крепкого иммунитета. Кровь, профильтрованная селезенкой, очищает от вирусов, бактерий и токсинов, с их дальнейшим уничтожением. Таким образом она помогает нам быстрее выздоравливать. Селезенку называют кладбищем эритроцитов, моноцитов и лейкоцитов, выполнивших свои функции в организме. Железо, например, отделяется от погибших эритроцитов и используется затем для присоединения к молодым частицам крови. В ней хранится около трети всех тромбоцитов человеческого тела. При необходимости они выбрасываются в кровоток с небольшим объемом крови. Также есть данные о том, что селезенка косвенно управляет синтезом клеток в костном мозге. Большинство из нас прекрасно знают, для чего нужна печень, почки и другие внутренние органы, забывая при этом о селезенке. Но она также требует бережного отношения к себе и некоторых действий для ее оздоровления. Орган редко дает знать о своем неблагополучии. Но иногда у людей появляются симптомы в виде тупых болей, тяжести, которые усиливаются во время движения или лежания на боку. Связано это с избыточной нагрузкой после нейтрализации большого количества патологических агентов и токсинов. Орган попросту устает. Результатом становится повышенная склонность к развитию самых разных инфекций, с которыми постоянно контактирует наш организм. Что можно предпринять самостоятельно для восстановления функций органа и его очищения? Процедуры должны быть направлены на улучшение фильтрационных способностей за счет выведения накопившихся вредных веществ. Результатом станет активное функционирование и выполнение привычной работы без каких-либо трудностей. Как это нужно делать? Важно максимально расслабить мышцы живота, поэтому рекомендуется лечь на спину с ногами, согнутыми в коленях. При этом эмоциональный фон должен быть ровным, нервная система спокойной. Затем нужно начать проведение своеобразного массажа. Двумя пальцами левой руки, усиленными двумя пальцами правой, следует начать глубокую проработку подреберной области, начиная с центра живота влево. Направление должно быть не только вглубь, но и под углом немного вверх, в сторону под ребра. В случае правильного выполнения можно почувствовать легкую болезненность во время этих процедур. Поэтому следует ненадолго останавливаться до исчезновения боли. Конечная цель – ее полное отсутствие к концу одной процедуры. Для контроля через непродолжительное время рекомендуется надавить снова. Если боль опять появилась, массаж был недостаточным. Как часто нужно повторять процедуры? Средняя рекомендованная частота – один раз в день. В том случае, если болезненность будет сохраняться или возвращаться, можно увеличить ее до двух раз в сутки. Как можно повысить эффективность основного массажа? Для этого следует дополнить процедуру различными щипками глубоких слоев кожи, вместе с подкожной клетчаткой, с выкручиваниями и сильными сжатиями пальцами. Жалеть себя не нужно. Чем лучше будут проработаны все слои, тем сильнее будет активирован процесс снабжения тканей кислородом и питательными веществами. А все вредное и ненужное будет легче покидать организм. Что можно принимать для более хорошего результата? Примером станет настой цикория. Для его приготовления нужно залить 20 грамм измельченного корня одним стаканом кипящей воды. Затем настоять в течение получаса и пить готовый настой по 1 столовой ложке 3 раза в день. Другой вариант – запарить 10 грамм сушеных шишек хмеля стаканом кипятка. Также настоять, процедить и пить по 1-2 ложки трижды в сутки. Вариантов много, поэтому вы сможете сами остановиться на самом приемлемом, в зависимости от доступности тех или иных ингредиентов для приготовления лечебных средств. Но основной терапией должен остаться описанный ранее лечебный массаж.